это шедевр все это конечно относительно мне кажется что когда ты у вас наладится и у нас наладится не знаю как бы всю жизнь жили рядом не ссорились а тот раз и и мы на вас напали очевидно я не знаю кто на вас напал не я не мы не на нас мы на вас напали такая нет нет на нас никто не нападал у вас там говорят что мы на вас напали ну как бы как это агрессия акт агрессии понимаете что войск там российских нет да там есть наемники которые согласились там наемники воюют и им платят деньги за российское государство я не знаю кто там российская нет я думаю что не российское государство частные какие-то компании платят через каких-то поставных листов ну сами понимаете как как зачем 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 это делается я не знаю зачем я так понимаю что у вас когда там был янукович на сбросили переворотом ли как его назвать все это дело то есть ну янукович януковичем да а зачем ваша страна рублями платит вот этим боевикам ну это сложно сказать почему наша страна платит ну конечно ну это ж акт агрессии ну а откуда рубли там берутся там же донецк-луганск рублевая зона ну хорошо если бы платили долларами а если бы платили долларами и они ходили бы в американской форме и с американским оружием и с аусвайсами американскими тогда конечно это было бы со стороны америки бы вот такая мерзость ну хорошо это плохо на самом деле давайте послушаем по-другому немножко да ну вот возьмем сирию да а при чем тут сирия нет ну вот вы говорите донбасс да ну донецк-луганск не весь донбасс ну донецк-луганск да хорошо но во первых российской форме российской армии там никто не ходит как разве не в российской форме ваши там боевики их там нет и в российской же форме ходят в какой только они ходят но почему-то ходят в российской а в какой еще форме там ходят но ваши их там нет и в какой форме еще там ходят в российской форме почему-то не я понимаю что ее можно купить в любом военторге но почему-то ходят в российской форме. Точнее, не почему-то. А у вас ходят в американской восьмой армии. Нет, в форме ВСУ. Вооруженных в украинской форме ходят. В украинской форме. Она, конечно, сейчас похожа на натовскую, но это украинская форма, пиксель, да. То есть, ну вот, если брать ООН и ОБСЕ, да, российских войск пока там не нашли. Вот я, да, слушаю этих парагандистов, во многом я не согласен. А вы откуда об этом узнали, что ООН и ОБСЕ не нашли российских войск? Ну, вы читали эти документы, очевидно. Есть документы, да. Да, какие документы? Вы их читали сами, или это вам кто-то рассказал об этом? Я читал один из документов. Один. А, то есть, документов много. ОБСЕ, это вообще не организация так. Ну, это мы называем общество бесполезных слепых европейцев. Да, да, да. Хотя даже и там иногда это самое, что-то там проскакивает. Поэтому, ну, говори не о том, что где там регулярные войска. Если бы там были регулярные войска, там уже была бы война. А, а там же мир, дружба, жвачка. А что там у вас? Ну, как, ну, по данным ООН же, только там 13 или 14 тысяч погибших. Только с нашей стороны. С вашей стороны? Ну, конечно. Это вы имеете в виду ВСУ? Ну, граждан Украины. Подождите. ВСУ и граждане Украины? Это одно и то же. Суммарно. В Донецке, Суммарно. Граждан Украины, да. Граждане Украины проживают. Так как кто граждан Украины с Луганской, из Донецка бомбит? Ну, ваши же, конечно. Откуда они? С Москвы прилетели? Или откуда? Ну, с разных городов Российской Федерации. Они бомбят Донецк, правильно? Они все бомбят. Ну, ведут боевые действия. Подождите. А что вы тогда не объединитесь и не раздолбите? Так, мы же этими занимаемся. А как же? Более того, две трети Донбасса же освобождены из-под вашей оккупации. От вашей формы военной российской. От ваших денег российских. От техники российской. Две трети Донбасса освобождены. Ну, конечно. Ну, это ж только Донецк, Луганский. Вот эта полоска вдоль российской границы. Я просто задам вопрос. Ага. Какое сражение вы выиграли? Какое сражение мы выиграли? При освобождении Донецка и Луганска. К сожалению, вот не смогли мы Донецк, Луганска освободить. Вы говорите, освободили. Освободили. Ну, смотрите, очень же большое количество городов было освобождено. Нет. Мариуполь, например. Вы послушайте. Ага. Хорошо. Мариуполь был освобожден. Что? Я же вам задаю вопрос. Ну, 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 ну. Если у нас диалог, то давайте так. Да. Я задаю вопрос. Ну, вы говорите, какое сражение? Я говорю, Мариуполь был освобожден в результате боевых действий. Что? При каком сражении Мариуполь был освобожден? В результате операции по освобождению Мариуполя. Там были боевые действия, погибшие с обоих сторон. Вот я вам скажу, что Мариуполь не освободили, а Мариуполь оставили этот Гиркин и как его? А Гиркин не был в Мариуполе, вы ошибаетесь. Тогда в Мариуполе вообще никого не было. Как это не было? Он же был захвачен. Кем он был захвачен? Ну, вашим спецназом, вашими спецами. Это же акт агрессии. А потом был обстрелян вашими силами. И об этом есть даже доклады ОБСЕ, между прочим. Что это же ваши обстреляли потом район восточный в Мариуполе. При этом много людей погибло, достаточно много. Десятки людей погибли от обстрела градами вашими градами российскими. Кстати, об этом даже ОБСЕ написало. Даже бесполезные слепые европейцы вдруг увидели, что это все-таки ваши обстреляли Мариуполе. Я даже не буду ускорить с вами. Почему? Потому что я прекрасно знаю, что ни одного боевой операции вы не выиграли. И бьетесь вы не с нами. Если бы вы бились с российской армии, уже бы некому было биться. Я понял. А гробы почему идут на Ростов? Российских военнослужащих? Какой Ростов? Ну, на Ростове есть военный морг и военный госпиталь. Ну, именно туда привозят ваших их там нет. Ну, двухсотых в морг, а трехсотых в госпиталь. Нет, подождите, вы мне назовите фамилию хоть одного военнослужащего, погибшего вот в Донбассе, да, который, которого привезли в Ростов военнослужащего. Из фамилии могу пленного вам сказать, российского военнослужащего. Не наемника, а российского военнослужащего, который в плен попал. Который заблудились там когда-то? Нет. А, ну, который, да, с КАМАЗом боеприпасов заблудился. Майор Старков взял и заблудился с КАМАЗом боеприпасов. Это кто заблудился? Майор Старков заблудился, старшей машины. Подразделение какое было? То ли первый, то ли второй армейский корпус? По-моему, второй, по-моему, потому что это Донецк. это были десантники? Нет, нет, майор Старков это не десантник. Это он в 15-м году уже через много месяцев после десантников заехал с поддельными документами. у него военный билет был выписан на девичью фамилию его жены, чтобы его никто не опознал как российского военнослужащего. Ваша страна печатает поддельные документы. Ни в Донецке, ни в Луганске нет у своего газзнака. Поэтому военные билеты, не только форма российская. Майор Старков заехал в российской военной форме с российским оружием, с российскими поддельными документами и с измененной фамилией. Его поменяли, его судили, присудили ему срок и потом он был обменен на нашего военнослужащего. Вы знаете, я вас слушаю и думаю, да? Да. Вот вы говорите, вот вас захватили. Не, не захватили, это акт агрессии прежде всего. Агрессия, да? Ну, засылка же наемников. Крым это брали, хотя я лезу сам в Крыму и знаю, что это такое, что там народ сидел и ждал, когда от вас свалить. Точно, точно. А зачем тогда надо было использовать вооруженные силы Российской Федерации? Во-первых, вооруженные силы Российской Федерации использовали для того, чтобы не было там хаоса. Не было хаоса. Так же можно на все что угодно. Можно захватить любой террорист захватит что-нибудь и скажет, что он это сделал, чтобы хаоса не было. Но это же акт агрессии, использования вооруженных сил. терроризма, правильно? Что-что? Сейчас там нет терроризма. Никто не стреляет. Просто оккупация и все. Как же ж. Там же Крым наводнен российскими военными. А почему что-то ваши военнослужащие больше 50% перешли в российскую армию? Ну, предательство. А что, это оправдывает агрессию? А почему вы тогда не стали биться за Крым? Потому что мы не ожидали, что ваша страна так поступит. Мы думали, что вы более не ожидали этого. Сейчас же вам американцы дали оружие. Так что вы сейчас-то не воюете? Конечно, воюем. А как же? Нет, сейчас-то что вы за Крым не воюете? Так сейчас судьба Крыма решается на Донбассе. Как только будет освобожден Донецк и Луганск, станет вопрос освобождения Крыма, конечно же. но опять же таки, смотрите, ваши войска, они же почему-то ваши военные, ваша артиллерия с вашими боеприпасами почему-то может стрелять по нашим военным из Донецка, из Луганска. Потому что они же там, их там нет. Им же паспорта, им же напечатала ваша страна военные билеты на другие фамилии. А из Крыма почему-то не стреляют. Вы действительно в это видите, что там всем, кто там воюет против вас в Донецке, напечатали военные билеты, они там все сидят. Ну подождите, там же газзнака своего нет. Это же Россия печатает военные билеты. Это же ваша страна за ваши деньги печатает. Больше 500 тысяч граждан России. Ну конечно, но это же Россия напечатала эти аусвайсы оккупационные. Это же верный признак оккупации. Германия что же аусвайсы печатала? Ну это же ваша страна печатает эти документы. Он же сейчас печатает аусвайсы на той стороне. Венгрия дает паспорта. Это не оккупация? Ну они же не засылают на нашу территорию военнослужащих, майоров Старковых с поддельными документами военнослужащих действующих. Если даже они засылают, как вы говорите. У них нет ни авиации, ничего. Так что стоит разголбить эту банду. У вас же авиация, американцы помогают, Европа вся помогает. Так мы же этими занимаемся постоянно. Воспитываем ваших их там нетов. Потому что если сейчас начать боевые действия, ну я имею ввиду наступательные, будет очень много жертв. Очень жертв очень много будет. Я вам объясняю, не потому не хочет вас Зеленский воевать, а не хочет потому, что Путин сказал, что только дернетесь и все. Но обстрелы же идут. Южная Украина уйдет. Но обстрелы же ваши их там нет и идут, ведут, а наши отвечают. Юго-восток Украины уйдет сразу в Россию. Сразу. Они сидят и ждут этого. Точно. У нас в Харькове люди думают, боже мой, как хорошо живет Донецк и Луганск. Какие там хорошие зарплаты, как там сразу ломанулись цены на квартиры, как там шахты процветают и промышленность и заводы заработали, главное, как замечательно. заводы в Украине работают? У нас в Харькове жизнь несоизмеримо лучше, чем в Донецке и в Луганске. Почему оттуда было гораздо больше беженцев? У нас когда-то в 2014 году у меня было такое впечатление, что номеров Донецких и Луганских больше, чем Харьковских. Сколько вы в свое время продавали металла за границу? Мы сейчас продаем металл за границу. Вы не знали об этом? Да сейчас вас Европа так ограничила. Точно, жутко ограничила. Ну так что, вы хотите сказать, что мы сейчас не продаем гораздо меньше металла за границу? Насколько снизился у вас да-да-да-да-да, это самое, уже теперь процветает Алчевский оккупированный медкомбинат. В Донецке и в Луганске процветают металлургия, процветает просто. расцветает синим пламенем. Я не говорю о Донецке и Луганске. А почему-то, я же говорю, что у нас в Харькове народ только мечтает, чтобы пришел русский мир. У меня сосед бредил когда-то, думал, что, блин, это классно, что Россия присоединит и кормить будет, а потом через год поумнел. Это просто конкретно, ну, это такое. ну, мы же все видим, да, это же у нас молодежь учится в Харькове сейчас. У нас в Харькове очень много молодежи, у нас очень много учебных заведений, айтишники. Вы можете себе представить науку в Донецке, в Луганске? Медицина какая там восхитительная. А у вас врачи, ну, у нас гораздо лучше, чем в Донецке, чем туда, куда русский мир пришел на штыках ваших. Вы же осчастливили этих людей. Они же, блин, просто счастливы от того. Кстати говоря, металлургия, конечно же, пострадала в результате боевых действий, но тем не менее. Наши, ну, так это же благодаря вам, благодаря Российской Федерации произошло. Да нет. А, это же оно само. Это же не на ваших танках это приехало. Но вы же все в Европу шли, а вам квоты Европы выставили. Точно, точно, это все из-за квот. А я-то думал, господи, а я думал, что это танки российские, что это захвачен был Донецк и Луганск. Металлургия и производство. Смотрите, вы вот семь лет говорите, что вы с кем-то там бьетесь, да? Так идут боевые действия. Просто отгородились бы и сказали, все, занимайтесь сами, а вы будете заниматься своей экономикой, да? Ну так, а что мы же занимаемся своей экономикой или что? Так вы шли в Европу, для чего? Ну для чего? Для того, чтобы жизнь была лучше. Ну а зачем вы на нас напали из-за того, что мы шли в Европу? Зачем вы на нас напали? Зачем эти их там нет? Я просто вас спрашиваю, зачем вы шли в Европу? Вы говорите, зачем вы на нас напали? Ну так, я же говорю, я говорю, чтобы жить лучше, мы шли в Европу. Ну стали вы жить лучше, как пришли в Европу? Ну так это же вы же на нас напали и с улыбкой теперь спрашиваете, стали ли мы лучше жить? Потому что мы на вас напали. Ну конечно же. Ну разве разве разрушение, гибель мирного населения в том числе, гибель наших людей, разве только наших погибло граждан Украины по данным ООН от 13 до 14 тысяч. На самом деле, наверное, больше. Что вам эти люди в Донецке и Луганске, они вам не нужны, вам нужна территория. Кто вам об этом сказал? Ваш Порошенко об этом говорит. Это вы лжете. Зачем вы лжете? Кто вам об этом сказал? В какой речи Порошенко это сказал? Так это же наоборот, он хотел спасти этих детей. Ваши же террористы, ваш Путин же сказал, что за спинами женщины-детей будут стоять ваши же солдаты. Не спереди, а сзади. То есть, ваш президент говорил о том, что вы будете, что ваши их там нет, и будут использовать женщины-детей. Идите воюйте за свою территорию. Так а мы что делаем? Я много раз был на фронте, я вел огонь. Так а что же, вы не воюете, что вы не заберете? Так а я же этим занимался целый день, я специалист по вооружению. Ну, и где вас, и что вы решили? Какие проблемы вы решили? Проблемы я решаю с дистанционным управлением оружием, конечно же. Чтобы наш военнослужащий вел огонь, и в него нельзя было вашему попасть. Ну, это же как классно. Так и что вы добились? Два котла, и вы бежали... Ну, свежая информация про котлы. Если бы не Путин, не было бы уже Украины. Точно. Вы сколько хотели россиян положить на оккупацию Украины? Сколько, сколько, сколько вы хотите положить россиян, русских людей? Я вам просто объясняю, что когда был котел, и Порошенко подписывал Минские соглашения, если бы не Путин, если бы он не дал отмашку, не наступай. А зачем? Зачем Путин это дал? Он добрый такой ГБшник. Почему Путин дал команду? Наверное, добрый. А, добрый КГБшник. 100 пудов. Наверное, не захотел людей. Не захотел людей убивать. Ложить, да, А вы захотели? То есть, ну, вы, вы, вы за то, что надо было убивать дальше? Я считаю, что Путин, если бы не Путин, ну, если бы не Путин, вы одобряете эти действия Путина или нет? Что он не пошел дальше? конечно. Вернее, что ДНР, ЛНР. ДНР, ЛНР не существует. Ваша страна их не признает. Ну, это пока не признает. пока, а, то есть, надо еще потерпеть. А что мешает? Ну, что-то мешает. что-то мешает? Я надеюсь, за то, чтобы их признали уже ДНР и присоединили к России. И присоединили к России. Я понял. всю Донецкую область или только вот эту сейчас окопированную часть? Ну, вообще-то, я считаю, что это Малороссия. Ну, Малороссию, да-да-да. Так я же говорю, то есть, вы считаете, что надо признать и присоединить всю Малороссию. Да. А сколько вы готовы на это людей положить в землю? русских в том числе? Если, как вы говорите, будет идти разговор о российской армии, если российская армия... А, а тоже не российская армия, как вы устроили. Я понял. если российская армия вторгла? Если российская армия Это нужно будет пару недель и Украину просто-напросто разделят. Я понял. А откуда вы знаете про пару недель? Вы Чечню брали сколько лет? Что-что? Чечню, Чечню сколько лет вы брали? Чечню? Мы не брали Чечню. А, не брали. Хорошо. Так, а сколько вы готовы положить русских людей? Я нисколько не готов. А, нисколько? Тогда не получится вторгаться. Я же вам объясняю. Ну, ну, если Китин не остановил ДНР, вас бы шахтеры захватили. Шахтеры бы в российской военной форме с российскими документами, с боеприпасами российскими, на танках российских и бронетранспортерах. Точно, точно. БТР-82 это, конечно же, не российский бронетранспортер новый. Т-72 Б-3 это, конечно же, не российский новый танк. Это же шахтеры из шахт. То ли купили за уголь, то ли просто из шахты достали. Так вы сами бросали сколько танков? Т-72 специально ваша страна им поддельные документы делает, чтобы нельзя было идентифицировать российского военнослужащего. Простых солдат большинство вы нанимаете местных, сейчас особенно, когда уже нет активных боевых действий. Когда были, это были российские войска, конечно же. А что, это же, а, ну да, ну ты, да, и танки же нашли в шахтах или купили, очевидно. Хотя, почему-то основная масса танков была Т-72. Как все это начиналось, вы помните только так, то, когда вас гнали в котлах. Вот это вы помните. Ну, свежачок. А когда отнимали... Свежая, свежая, свежая информация. Да, когда отнимали у вас оружие, когда вагоны забирали с не съехавшими танками. Да, 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 да. А почему тогда в Донецке, в Луганске почти нет танков Т-64, а основная масса танков это Т-72, у нас наоборот. А у вас какие танки наоборот? Т-64. У вас? У нас. У нас на Донбассе почти не было танков Т-72. Подождите, у вас в Украине не было танков Т-72? Были, но на Донбассе они практически с нашей стороны не использовались. Использовались танки Т-64. Достаточно просто хронику посмотреть. Это единичные случаи, чтобы в 14-м году с нашей стороны и то это был там был танк, который вообще был отбит. Я уже не говорю про танки Т-90А, которые засветились про новейшие системы РЭП. Подождите, так вам американцы помогают, Дживилины. Ну так правильно, но они же помогают нам защищаться, а вы делаете акты агрессии. перед вероцам защищаться. Нет, так это же акт агрессии, это же на нашей территории происходит. Вы ведете боевые действия на нашей территории. Мы не ведем боевые действия, мы помогаем. А, ну помогаете, да, помогаете совершать акты агрессии, а американцы помогают защищаться от вашей агрессии. Это как если бы мне немец сказал бы, ну так вам же во время еще той войны с немцами, вам же, говорит, американцы Пол-Энд-Лизу дают же оружие, и самолеты, и танки, 430 тысяч только автомобилей самых лучших было предоставлено Советскому Союзу. Катюша на Студебекере была самая лучшая, не на газовском шасси, который бывший старый Форд, а на Студебекере Катюша была нормальная, на трехосном полноприводном автомобиле. Это немец был, сказал бы мне, ну так мы завели войска, так и американцы же вам и танки, и самолеты. На чем там Покрышкин воевал? Так ажедуб на Ла, на Ла-5, а Покрышкин то воевал на Аэрокобре, в американском самолете. Ну, я просто говорю о том, что тут все относительно, да? Ну, конечно, никакого относительно тут нету, есть просто агрессия вашего государства и защита от этой агрессии. Вы совершаете акты агрессии, заводите их там нетов с поддельными документами, нанимаете за ваши деньги боевиков, когда это кровавая рана там на Донбассе. А американцы помогают, не дают нам танки, а дают противотанковые комплексы. Абрамсов там ни одного Абрамса не было почему-то. А вот Т-72Б3 были и Т-90А были. Посмотрите, почему тогда, если вот вас послушать, да? Да-да-да. Акт агрессии там. Ну, это же агрессия в чистом виде. Почему нас гончане сами не встанут и не скажут, блядь, что вы херней занимаетесь? Почему вы, блядь, мы же Украину, блядь, туда-сюда не выйдут на улицы? А потому, что это же вы, ваши же оккупационные силы тут же подавят это. Потому, что когда гитлеровцы захватывали то же мирное население, мирное население же не, мирное население же не выступало при гитлеровцах. И при вас не выступало, вы же такие же точно. Мирное население живет при оккупации. В Харькове не было выступлений мирного населения. Там только когда вы попилили какой-нибудь завод на металл, тогда люди там чуть-чуть вышли, чуть-чуть повозмущались, что где же наша работа, у нас шахты закрываются, затапливаются и так далее. Там жены шахтеров вышли чуть-чуть поговорили и разошлись. Понятно. Потому что там не действует закон. Это у нас можно проводить митинги, а там нельзя. Там военное положение, там комендантский час только недавно отменили. Я понял. Ну вот. То есть у вас на все есть ответ. Я был там, мне очень легко отвечать на эти вопросы. Кроме того, достаточно много у нас в Вооруженных Силах Украины. Ребят из Горловки, например, у нас есть оперативная группа Горловка. Это основа горловчане, местные жители из Горловки. Я их лично знаю. Я приезжал в это подразделение со своей помощью, с дистанционным управлением оружием. Ребята из Горловки, оперативная группа Горловка, это местные жители. И что они не могут с вашим оружием ничего сделать там на Зонбассе? Я же говорю, наступательных действий сейчас не будет, по всей видимости, с нашей стороны. Ну, так и с вашей же стороны нет наступательных действий. Вы же говорите, что надо всю брать Новороссию. Разве мы защищаемся, а вы совершаете акты агрессии и нападения. Вот в этом все это все объясняет. Ну, ладно, времени уже нету больше. Новороссию. Продолжение следует... Продолжение следует...